Привет, ты на канале ProMais. Я, Оля, рассказываю об интереснейшей профессии. Путешествовать. Крут путешествовать. Еще лучше, когда ты не платишь за путешествие, а платят тебе. Очевидно, что у современного человека одна из наиболее важных ценностей это свобода, в том числе свобода передвижений, возможность путешествовать. И поэтому так популярна и востребована профессия, которая позволяет путешествовать. Я обязательно расскажу о своей любимой профессии, которая позволила лично мне посмотреть гораздо больше стран и городов, чем я могла бы себе позволить, работая в какой-либо другой сфере. И надеюсь, что вас эта профессия заинтересует и возможность развиваться в этом направлении. Почему-то об этой профессии не говорят, о ней мало информации в YouTube, вообще в интернете, и даже в вузах, к сожалению, нет такой специальности. Но об этом чуть позже, а для начала давай просто вспомним все профессии, соберем такой списочек, где же можно работать и путешествовать. Не будем останавливаться долго на первой возможности, которая сейчас наиболее популярна, это travel blogging, это в принципе фриланс, который позволяет тебе, не обязательно фриланс даже, в принципе удаленная работа, которая позволяет тебе путешествовать, то есть не быть привязанным к определенному месту, определенному офису и выбирать место работы самостоятельно. То есть в этом случае ты сам определяешь, где ты сейчас работаешь, ты платишь за свои путешествия, живешь ты где-нибудь в азиатской стране, домшифтишь или путешествуешь по миру, постоянно сменяешь страны. Здесь это твой личный выбор. Но давай вспомним профессии, частью которых являются путешествия, то есть профессии с командировками. Бывают это частые, бывают редкие командировки по России или по зарубежью. Первое, что приходит на ум, стюардесса. Да, действительно, многих привлекает возможность работать на международных рейсах, для того, чтобы посмотреть город в перерывах между рейсами. В каждой профессии есть свои плюсы и минусы, и здесь, конечно же, тоже. И, например, по инсайдерской информации, в российских авиалиниях редко бывает возможность уделить хоть сколько-нибудь времени выйти в город между перелетами. Ну, то есть, международные рейсы – это здорово, но времени посмотреть в те города, в которые прилетаешь, практически нет. Кроме того, есть огромные плюшки в том, что авиакомпания дает огромные дискаунты своим сотрудникам для того, чтобы путешествовать, и многих приезжает именно эта возможность. Пилоты самолета, так же, как и стюардессы, могут путешествовать по миру, однако вряд ли их мотивация состоит как раз-таки в этой возможности. И вряд ли будущие пилоты сейчас смотрят это видео, поэтому третье. Артисты. Ну, то есть, все профессии шоу-бизнеса – ведущие, циркачи, певцы, танцоры, аниматоры, хостес, модели. То есть, все люди, которые причастны к шоу-бизнесу, добиваясь определенного уровня успеха и востребованности, артисты путешествуют по миру с гастролями собственными, либо участвуют в каких-то международных фестивалях и путешествуют по миру, либо их приглашают на корпоративные, либо какие-то частные мероприятия за рубеж. Поэтому, если, например, тебе близка какая-то творческая профессия, ты умеешь танцевать, или ты артист разговорного жанра, ведущий, то развивайся, вкладывай в свой профессиональный рост, работай на то, чтобы тебя знали и приглашали. Фотографы, журналисты – это тоже те ребята, которые часто и много путешествуют. Они могут работать по заказу какой-то компании или быть независимым фотографом или журналистом и продавать свои материалы за деньги. И очевидно, что в этой области также нужно быть топ-топ специалистом, чтобы заказчику было интересно платить за твои путешествия. Ну, в принципе, так можно сказать про любую профессию. Если ты очень высокого ранга специалист, то тебя отправляют на всякие выставки, конгрессы, на повышение квалификации, поощрительные поездки и прочее, прочее. Поэтому вспоминаем всех научных работников – геологов, биологов, археологов, которые ездят на разные научные исследования, раскопки, а также конгресс и прочее такого формата мероприятия. Также недалеко от артистов ушли спортсмены, которые постоянно на сборы или на соревнования ездят по разным городам и странам. И здесь также нужно работать, работать, чтобы быть лучшим и первым. А вот от стюардессы пилотов недалеко ушли моряки и персонал круизных лайнеров. Ну, мы знаем, да, что это целый город на воде. Поэтому в круизных компаниях всегда много сезонных вакансий от повара до ресепшениста, администратора, аниматора, переводчика и так далее. Ну, собственно, переводчики. Переводчики много путешествуют. Но здесь зависит от специализации, от языка и от того, работает ли переводчик сам на себя и его приглашают в разные поездки. Или работает на компании, ну и в конце концов топ-менеджмент. Руководители на высоких постах, естественно, часто перемещаются на выставки, на переговоры, до каких только рабочих поездок может не быть у руководителей. Но если ты не стал директором, не отчаивайся, есть еще работа дальнобойщиком, ЖД-проводником, тоже ведь путешествия. Ну, это, конечно, шутка. Я расскажу о своей профессии. Итак, я МАИС-менеджер, организатор корпоративных мероприятий. МАИС-это аббревиатура. M-I-C-E, обозначающая Meetings, Incentives, Conferences and Events. Это большое количество разнообразных деловых событий, заказчиком которых являются корпоративные клиенты. То есть, компании, фирмы. То есть, это не частные веселительные мероприятия или спортивные события или фестивали. Это деловые события, выездные или локальные. Ну, а чтобы еще я с ней, я приведу несколько примеров. Предположим, компания организует локальный круглый стол, стратегическое совещание для своего руководства. Все топ-менеджеры собираются в отели. Мы подбираем по всем параметрам, по датам, по уровню отеля, по расположению подходящий вариант. Согласуем с отелем конференцию, услуги, при необходимости размещения, питания, какие-то нюансы. Потому что, когда это топ-менеджмент, здесь очень много нюансов, которые требуют большого внимания к деталям. Это локальное мероприятие. Компания часто проводит выездные конференции. Масштаб, формат и локация всегда различны. И здесь каждый раз ты делаешь новый индивидуальный проект, новый индивидуальный продукт для каждого клиента. Ты собираешь при необходимости людей из разных регионов, организуешь авиаперелеты, стыковки, размещения, трансферы. Праллельно готовится программа, проговаривается конференция с отелем, с большим количеством подрядчиков. Организуется визуальное оформление, концептуальные идеи этого мероприятия. Ты общаешься с поставщиками, с партнерами за рубежом, ездишь на инспекции, ездишь сопровождать этот проект. Также это организация мотивационных поездок. Во многих крупных компаниях существует программа лояльности для сотрудников, либо для партнеров, дилеров. Таким образом, лучших, опять же, партнеров, клиентов или сотрудников компании поощряют выездами. Это интересные, как правило, направления, это интересные, насыщенные программы. Ты здесь работаешь уже больше как тревел-менеджер. При этом, как правило, есть какая-то конструктуальная составляющая для того, чтобы у участников этой поездки была неразрывная связь между компанией, которая организовала все это мероприятие и подарила такие впечатления. И той поездкой, в которой они сейчас находятся. Инсенсив поездки, на мой взгляд, наиболее туристический продукт, потому что в нем либо совсем отсутствует, либо минимум деловой части. Однако в жизни чаще всего встречаются комбинации, когда выездная конференция или тренинг совмещены с какой-то инсенсив, составляющей мотивационной в программу конференции часто влетаются, такие экскурсионные дни, дни с командообразующими активностями, или просто релакс для каких-то там участников, когда ты также продумываешь все детали как организатор. В общем, вот такая профессия, которая подразумевает тревел-составляющую, ивент-составляющую. И, ну это правда классная профессия, потому что у тебя есть возможность посмотреть разные города и страны, потому что у тебя есть возможность реализовать свой потенциал как организаторы, и общаться с разными людьми из разных областей деятельности. Конечно, есть свои минусы, и о плюсах и минусах работы я более подробно расскажу в другом видео, оставлю внизу ссылочку на него, также более подробно о функционале Майс-менеджера расскажу в другом видео, также оставлю ссылку, и еще буду много полезных вещей рассказать о своей профессии, делиться с вами, и расскажу, где этому все же научиться. И я знаю, что мы обычно не слышим эти фразы, но правда, если тебе это видео хотя бы немного понравилось, поставь лайк, это будет для меня мотивацией продолжать рассказывать об индустрии, о которой почему-то очень мало говорят.